Всем добрый день, как меня слышно? Отлично. Сегодня у нас 2 августа. Проведем такую часовую конференцию. Как раз перед открытием рынка ее завершим. До этого времени, думаю, у нас достаточно будет времени для того, чтобы подготовиться к сегодняшнему дню, определить основные новости, которые будут влиять на рынок, посмотреть основные цифры. И также сегодня самая главная задача это отобрать как можно больше акций, которые действительно имеют сегодня потенциал и направление для движения. Есть из чего выбирать. Сам вы видите, что происходит с рынком в последнее время. Уже 6 дней подряд рынок закрывается в отрицательных значениях, даже в те дни, когда фьючерс был довольно-таки высок, как вчера. На рынок влияет очень много новостей. Поэтому, чтобы не путаться, можно просто смотреть на основные цифры и понимать, какое влияние эти новости будут оказывать сегодня на рынок. Что касаемо организационных моментов. Приблизительно до конца августа месяца еще будем проводить наши традиционные брифинги конференции. Потом сделаем небольшое реформирование наших встреч. Имеется в виду, что по времени они будут происходить в то же время, но формат немного поменяется в связи с тем, что у нас будет заканчиваться отчетный период. Сейчас само по себе домашнее задание несколько специфическое. Можно просто просматривать акции, на которые выходят отчеты и уже на них сосредотачиваться. А также следить за акциями по фьючерсам и тем самым находить точки входа, направления и хорошие потенциальные движения. Что же касается уже межотчетного периода. Здесь формат будет меняться кардинально в том плане, что нужно будет очень много искать и очень много проводить анализы. Поэтому в большей степени, думаю, больше мы будем общаться на протяжении всего дня в чате, сбрасывая, рассматривая некоторые акции. И будем конкретно делать алгоритм и выбирать акции для торгов. И думаю, что никто не будет против, если будет определенное количество акций для всех, проведем такой эксперимент. И будем просто все вместе за ними следить и с помощью чата будем друг другу подсказывать, где в каких акциях исполняется тот алгоритм, который мы себе планировали по определенной акции. Думаю, это будет для всех очень полезно. Значит, что касаемо сегодняшнего дня. Сейчас я пробегусь по основным макроэкономическим показателям и цифрам. В это время желательно сбрасывать те акции, которые вас интересуют на сегодняшний день, которые вы сегодня поставили себе на лист. Или те акции, по которым у вас есть вопросы по вчерашнему дню. То есть, вчера мы общались у одной акции, допустим, в чате. Если есть вопросы по подобным моментам, то тоже сбрасывайте подобные акции и пишите обязательно рядом с ними вопрос. А я пока в данный момент буду просто оглашать основные цифры и основные новости, которые сегодня будут влиять на рынок. Значит, что касается основных показателей. Фьючерс S&P 500 на данный момент по Bloomberg составляет значение минус 8,1. То есть, довольно-таки хороший импульс. Что касается Blackwood, я вижу, что уже в графе индексов минус 11,6 S&P 500. То есть, чем ближе к открытию, тем больше начинает этот фьючерс расширять свое отрицательное значение. Что и говорит о том, что, наверное, сегодня день у нас тоже будет отрицательный. Это уже будет седьмой день подряд. Значит, касаемо Европы и Азии, здесь ничего много говорить не будем. Тут сразу же видно, как минимум полпроцента каждый индекс, каждый основной индекс сегодня потерял. То есть, связано это, конечно же, с вчерашней американской сессией и с теми новостями, которые есть на сегодняшний день. Неудивительно также, что фьючерс по золоту на данный момент тоже достигает 1637 долларов за унцию. Плюс 15 долларов по сравнению с вчерашним днем. Тоже является некоторым опасением по поводу сегодняшних новостей о поднятии госдолга. Очень много статей, кстати, сейчас можно даже по Bloomberg посмотреть, что основные новости, вот 4 новости подряд, как раз говорят о данных событиях. Но уже читая все эти новости, можно серьезно забутаться, пишут все подряд, сбивают с толку. Поэтому желательно нам сосредоточиться на фьючерсе и уже сам рынок будет подсказывать конкретно, что происходит. Значит, фьючерс на нефть хорошо отошел от своего уровня сопротивления 100 долларов. На данный момент уже достигает 94 доллара 20 центов за баррель. То есть, идет понижение стоимости за баррель нефти. Говорит это о том, что прогнозируется некоторый спад в экономике и потребность в нефти будет несколько меньше. То есть, по... Так, значит, сразу же уже у нас в чате пишут, судя по реакции рынка, надо понимать, что инвестфонды считают плохой идеей увеличения потолка госдолга. Совершенно верно. Тут, в принципе, если уже к этому довели, то это уже, само собой, является плохим, скажем так, событием. Но, все-таки, в любом случае, инвестор на этих новостях, естественно, будет опасаться. Потому что произойти, на самом деле, сегодня, завтра, послезавтра может все что угодно. Поэтому нам в некоторой степени повезло в том, что мы как раз являемся внутридневными трейдерами. Мы более мобильны и мы очень можем легко выводить, заводить, переводить свои деньги из одного сектора в другой, из одной стороны в другую. То есть, в этом плане мы очень мобильны и очень быстры. Что касается больших капиталов, ни один крупный инвестфонд, миллиардный, не сможет очень быстро закрыть свои позиции, чтобы это не было заметно. И при этом еще и не потерять определенные деньги. Поэтому на рынке у нас сейчас и происходят такие отличные шорты, которые мы наблюдаем в последние дни. Только из-за того, что все без паники по чуть-чуть уже до этой новости, начиная с начала отчетного периода, очень потешение начали выводить свои деньги. И тем самым делая неплохие плавные движения, как правило, в шорт в последнее время намечаются. Думаю, что эта тенденция будет продолжаться. Если говорить о основных индексах, то аналитики сейчас прогнозируют то, что будет до начала октября у нас медвежий тренд. То есть, будет это после того, как рынок все-таки пробьет уровень 11900, укрепится и пойдет ниже. То есть, планируют, что весь август месяц и сентябрь будет отрицательный, будет некоторый такой медвежий рынок. Так, так, так. Еще немаловажная является новость о понижении рейтинга США. Но это естественно, потому что если будет понижен рейтинг самого государства, то это будет и понижен рейтинг каждой отдельно взятой компании. То есть, это, естественно, приведет к серьезным падениям, понижению гайденсу. И если говорить уже о макроэкономике, то нужно понимать одну простую вещь. Если все-таки США откажется от своего образа жизни, будут сворачиваться программы здравоохранения, социальные различные программы. И та же помощь на случай безработицы, она очень велика в США и в Европе. Это никто не отрицает. И люди на эти деньги просто-напросто могут жить и не работая. При этом особо никто сильно не заставляет никого на работу устраиваться. Около 10% безработица. Это, естественно, очень серьезные затраты. И при этом еще и военные действия. Если США все-таки от этих всех вещей откажется, то с одной стороны, с одной стороны, понижение на 1 триллион расходов с госаппарата. Нет, там будут снижения на 2,4 триллиона долларов в течение 10 лет. А на 1 триллион долларов это будет поднят потолок госдолга. Значит, что касается образа жизни США. То есть, если они все-таки перестанут покупать различные машины типа Escalade и тому подобное, всякие джипы, броневики и так далее. С одной стороны, это как бы хорошо. Они будут жить по своим доходам. Но с другой стороны, уже вся экономика США, все их заводы, фабрики, индустрии, они как раз рассчитаны на очень серьезное потребление. И если люди сами по себе будут потреблять намного менее, то нужно понимать, что это второй Советский Союз, это вторая перестройка экономики. То есть, поэтому тут куда не приведи, тут в любом случае будут происходить какие-то события. Но как раз вот осознание их неправильного образа жизни, их отношения к деньгам, в принципе, в лучшую сторону может отразиться на как раз долларе США, что в принципе для нас довольно-таки важно. Но это уже такие макроэкономические вещи. Значит, что касается индекса Dow Jones, то здесь открыта перспектива к очень серьезному бывшему тренду. Многие акции находятся действительно еще до сих пор на очень высоких уровнях. Поэтому падать есть куда. И очень многим компаниям, в принципе, это, я думаю, предстоит в будущем, в ближайшем будущем. Значит, касаемо сегодняшних новостей, как отреагировала пара евро-доллар. Вот как раз почему-то доллар, он довольно-таки усилился по сравнению с евро на 100 тиков, по сравнению с вчерашним днем. И на этом фоне у нас идет отрицательный фьючерс. То есть это является нормальной корреляцией. Так, так, так. Значит, минус 97 тиков. Сегодня ресурсы могут также серьезно падать. Все коммодитис, в том числе, вот видно, что нефть, по крайней мере, она день за днем тоже начинает немного становиться в своей стоимости ниже. Значит, что касается экономического календаря. Значит, буквально 3 минуты назад прошла основная новость. Personal Income and Outlays. Значит, Personal Income ожидали то, что будет рост на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост произошел на уровне плюс 0,1%. Consumer Spending ожидали рост затрат населения на плюс 0,1%. Получили минус 0,2%. То есть тратят немного меньше, чем ожидали. То есть, ну, это, в принципе, новость довольно-таки серьезная. Не думаю, что она будет сегодня как-то влиять особенно на рынок. То есть, есть более важные такие глобальные новости, которые, в принципе, и делают такой довольно-таки отрицательный фьючерс. То есть, на данный момент у нас минус 10,1. 10,1 фьючерс составляет по S&P 500. Сбрасывайте акции, будем их просматривать. Кстати, пока до этого времени я тоже покажу некоторые акции довольно-таки интересные, которые вчера хорошо двигались. Вот вижу здравоохранение. Лось, объясните, вчерашнее сильное падение акций здравоохранения, которые просели в среднем на 40-50%. Тут целый сектор Health Care Plans. Советую его сегодня также смотреть. Но обязательно этот сектор нужно отобрать уже по вашему фильтру. То есть, и по ценовому диапазону, и по объему. Связано это, конечно же, с тем, что программа, которую предполагает сейчас, по которому идет голосование, она включает в себя некоторые сокращения затрат социальных и затрат на здравоохранение. У данного сектора Health Care Plans очень серьезный приток денег шел со стороны государства. Естественно, при таких новостях, более глобальных, весь сектор уже в ожиданиях того, что это в будущем повлияет на прибыли.